Около полутора десятков высших российских чиновников сегодня сменили деловые костюмы на униформу дорожных рабочих. Губернаторы, члены правительства, администрации президента вооружились лопатами, возили в тачке щебень, управляли асфальтоукладчиком и в итоге построили автодорогу длиной в 200 метров. Всё это практическая тренировка в преддверии заседания госсовета, темой которого станет развитие трасс из подмосковного Солнечногорска. Алексей Головко. Это день, когда дорожный рабочий запросто командует губернатором Иркутской области, а глава республики Коми лихо работает лопатой. Так, переодевшись в жилеты, руководители регионов готовятся к предстоящему госсовету. Говорить будут о нацпроекте «Безопасные и качественные дороги». Но сначала работа руками. Надо самим уложить 200 метров идеального полотна на набережной в Солнечногорске. Я просто старое вспоминаю, студенческие строил дороги, дорабатывал, да. Теперь дороги — это новые технологии. Без современных материалов и техники хорошую трассу не построить за качество участка, отвечает губернатор Тамбовщины Александр Никитин. Делаем прицепту всё. Асфальтоукладчик уверенно ведёт министр транспорта Евгений Дитрих. За ровностью полотна зорко следит глава ТВ Шалбан Караол. Чуть впереди щебень подсыпает губернатор Ульяновской области Сергей Морозов. Наставники довольны. Такие же трудяги. Всё, могут работать, ничего страшного. Привыкли в команде работать. Для профессионального управленца вылазка из кабинета необходимо, соглашаются губернаторы. Нужно обращать внимание, качественная или некачественная дорога, но нам ещё раз показывают, что это точно будет полезно в дальнейшей работе. Перекур! Короткий перерыв тут же превращается в совещание с первым заместителем руководителя администрации президента Сергеем Кириенко. Рядом с остывающим асфальтом решаются вопросы импортозамещения. Рабочим нужен отечественный прибор, измеряющий плотность полотна. Давайте коза. Давайте. Это вообще не проблема. А если... Изотопленную штуку сделаем вообще без промышлений. О том, что пора продолжать, напоминает единственная здесь женщина-губернатор, глава Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова. Тянулась. Может, вас в бригаду взять? На укладку начну сегодня. Чё стоим? Да простой. Да простой не платят. И пока главы регионов укладывают крышку люка, рабочие берут пробу полотна. Эталон идеального асфальта. О том, как покрыть таким все дороги в России. И пойдёт речь на госсовете. Алексей Головко, Михаил Аверенков. Вести. Субтитры, видите? Субтитры, видите?